Есть определенные положительные моменты, которые, в общем-то, помогут, во-первых, увеличить конкуренцию, во-вторых, увеличить доступ микрокомпаний и малого бизнеса до торгов. То есть, прежде всего, во-первых, сделали реформу по единой информационной системе, то есть, наконец-то, она более-менее как-то заработала, там добавились площадки, ну, я не знаю, с точки зрения участия в торгах это будет лучше или хуже, но, по крайней мере, процесс все-таки завершился, теперь более-менее все работает, нет никаких лагов, это уже хорошо. Ну, как бы свой первый плюс, который я вижу, что, по крайней мере, избавили от необходимости регистрироваться на 8 площадках, там их, я так чувствую, будет больше со временем, вот, то есть, одна и та же процедура больше теперь не повторяется, сразу регистрируемся в системе, после этого автопилотом регистрируемся на 8 торговых площадках. Вот, ну, это, как бы, такие мелочи, но приятные. Да, я отметил, что в прошлом году уже носился процесс такой хороший по, скажем так, оцифровке участников торгов на предмет выдачи банковских гарантий, на предмет овердрафтов, то есть, что я отметил, мои клиенты стали, ну, в основном, мои клиенты – это микробизнес, они стали получать гораздо проще банковские продукты, в частности, банковские гарантии. То есть, если, например, если мы говорим про ситуацию года 2-3 тому назад, после открытия бизнеса в форме ИП получить банковскую гарантию было просто крайне тяжело, сейчас у меня уже несколько есть ситуаций, когда компания открывается с нуля, проходит 3 месяца, они там выиграют первый какой-то госконтракт, после чего им охотно банки дают банковские гарантии. Этого не было еще там 3 года назад, и это мало того, что доступно стало, это еще и быстро происходит, то есть, решение о выдаче банковского продукта происходит быстро, решение принимается там буквально за сутки, и если раньше вписывались в эти 5 дней, когда нужно эту гарантию найти, сейчас это все гораздо оперативнее делать. Это огромнейший плюс, и это позволяет микробизнесу, малому бизнесу, ну, в основном просто микробизнес, у нас малый бизнес, это большое понятие на 800 миллионов рублей, да, микробизнес участвует в торгах более, скажем так, резво и более быстро, то есть, без каких-либо проблем. Вот, я хочу отметить хорошую вещь, что у нас потихонечку 223-й федеральный закон превращается в 44-й, все-таки процесс пошел, да, добавились конкурентные закупки, в конкурентных закупках появилось такое понятие, как «эквивалентные товары», это уже больше напоминает 44-й федеральный закон, и в ближайшее время, ну, как это в ближайшее время, может быть, в этом году, а может быть, в течение трех лет, я думаю, что потихонечку на не сойдут неконкурентные закупки, то есть, оставят только конкурентные, чтобы заказчикам по 223-му закону было некуда деваться, ну, и плюс добавят штрафные санкции, и вообще будет очень хорошо. Учитывая то, что рынок по 223-м закону в деньгах в четыре раза больше, чем госзаказ, то микробизнесу, малого бизнеса должно понравиться.